Аркам ТВ представляет Доказательство того, что Коран не спослан Аллахом Сегодня я начну с того, что дам вам несколько важных понятий, о которых вы должны знать Это для вас, а не для меня Мы говорили об этом в прошлый раз, но сейчас мы постараемся упорядочить наши мысли Это поможет вам не только с сурой Ан-Наджм но и с изучением сур Микканского периода в общем Я говорил вам о размышлении над Кораном И вот некоторые моменты, которые помогут вам размышлять над словами Аллаха Давайте разберем каждый из них по отдельности Первое – это зрительный образ и духовная истина Визуальный образ, с которого началась сура – это звезды или скопление звезд, когда они падают Визуальный образ привязан к определенному духовному посланию Я еще не до конца разъяснил вам это понятие о духовных посланиях Но, по крайней мере, вы знаете, что эти вещи будут связаны Это видно на примере суры «Аль-Ади-Яд» Где Всевышний Аллах описывает разбойников, которые рано утром совершают набег на город Они неожиданно врываются и проносятся по всему городу, сметая все на своем пути Далее в этой суре речь идет о том, каким шокирующим и неожиданным будет наступление судного дня Так, визуальный образ связывается с духовной истиной Такая особенность встречается во многих сурах мекканского периода У всего, что я буду перечислять, есть сложные арабские термины Но сейчас главное, чтобы вы поняли суть Второе — это основные тематические цепочки в сурах мекканского периода В сурах, которые были неспосланы в Мекке, встречаются основные темы Некоторые из которых я перечислял в одном из прошлых уроков Их не так много, но вы должны о них знать и видеть Что последовательность тематических цепочек в разных сурах перестраивается по-разному Например, в суре «Аль-Инсан» Аллах говорит о рае и аде В одном из аятов он упоминает ад, а в большинстве остальных аятов он говорит о рае Соотношение очень сильно отличается Если вы посмотрите на суру «Аль-Кияма» То найдете в ней мало упоминаний о рае и очень много упоминаний об ужасах и разрушениях судного дня Мы наблюдаем интересный перенос акцентов Какая-то из тем подчеркивается больше, какая-то меньше, а какая-то вообще не упоминается Вот что я имею в виду, говоря о тематических цепочках в сурах Далее я говорил о том, что эти цепочки переходят из одной суры в другую И продолжают друг друга Например, если в одной из сур упоминаются истории пророков То есть большая вероятность того, что в следующей суре снова поднимется эта тема И будет сказано о том, что было опущено в предыдущей суре Сейчас мы с вами изучаем суру «Ан-Наджм» Перед ней стоит сура «Ат-Тур» Последний аят которой согласовывается с первым аятом суры «Ан-Наджм» Среди ночи восхваляй его и при исчезновении звезд Это последний аят 52-й суры А первый аят 53-й суры звучит так Вы заметили последовательность? Вот что я имею в виду, когда говорю о тематических цепочках Это последовательность мысли в священном Коране Очень часто мы, как мусульмане, когда слышим какой-то аят, историю или шариатское заключение Используем аяты Корана в качестве довода, чтобы подтвердить свою точку зрения Но в этот момент мы изучаем не Коран, а другую тему И используем Коран только в качестве справки Так, священный Коран становится хранилищем справок, а не воспринимается как отдельная книга Размышление поможет нам начать воспринимать Коран не как сборник доказательств других идей А как отдельную книгу Нас будет интересовать не то, что мы можем доказать или опровергнуть с помощью аятов Корана А то, о чем говорится в суре Ан-Наджм 23 года назад я посмотрел на Коран через этот фильтр И это изменило мой взгляд на ислам и мое восприятие слов других людей Ты сразу можешь понять, что человек думает о какой-то теме И пытается подстроить слова Аллаха и его посланника, саллиллаху алейхи вассалям Чтобы подтвердить свою точку зрения Для него основная цель – не сам аят, а его точка зрения Это может доходить до такой крайности, что даже когда студент, изучающий Коран, очень внимательно читает то, что написал ученый и встречает аят из Корана Он пропускает его и продолжает читать Это очень частое явление среди студентов, которые изучают ислам Это неосознанный отход от размышления От понятия о том, что Коран стоит на первом месте и должен быть центром наших мыслей Следующее, о чем я говорил на прошлом уроке, это три вида аудитории Нейтральная, сомневающаяся и несогласная Я говорил, что в обращении к нейтральной аудитории не нужно делать никаких акцентов Для сомневающейся аудитории достаточно одного акцента А в обращении к несогласной аудитории нужно делать больше акцентов Клятва – это один из видов акцентов, как и слово «ма» Поэтому становится понятно, что в первых аятах суры Ан-Наджм Аллах обращается к несогласной аудитории Это понятно по стилю его слов в этой суре В суре Ар-Рахман один из аятов постоянно повторяется Я знаю, что людям нравится слушать эту суру, она звучит очень красиво Но суть в том, что в Древней Аравии повторение считалось акцентом Это говорит о том, что в суре Ар-Рахман Всевышний Аллах обращается к несогласной аудитории Такой подход изменит ваше восприятие того, кому в первую очередь адресован тот или иной аят Далее мы говорили о целостной структуре и дизайне суры Я убежден, что Всевышний Аллах не спасал каждую суру как целостную единицу И в этом проявляется его мудрость Все, о чем говорится в этой суре, связано между собой Каждый автор старается сделать свою речь связанной А Всевышний Аллах является автором всех творений И в каждом из его творений есть порядок и система Порядок есть и в строении наших пальцев И во всей Вселенной Звезды движутся в определенном порядке Земля вращается в определенном порядке Между нами и Солнцем установлено определенное расстояние Порядок, система и замысел есть во всем, что создал Аллах Плоть до самых элементарных вещей Почему же мы считаем, что в сурах, которые он не спасал Нет никакого порядка или замысла? Я этого не понимаю Как сура может быть беспорядочной? Если ничего из того, что делает Всевышний Аллах Не является беспорядочным Как сура может быть хаотичной, если Всевышний Аллах Не делает ничего хаотичного? Он тот, кто установил весы Как же его речь может не иметь баланса? Я решительно поддерживаю эту точку зрения Конечно, когда вы читаете перевод аятов Корана Вам может показаться, что темы постоянно меняются Вам может быть непонятно, что происходит Почему Аллах повторяет одну и ту же тему? Изучение структуры и последовательности суры Дает ответы на все эти вопросы Все это также дает нам понять, что Священный Коран Не может быть речью человека Каждый раз, когда я изучаю последовательность суры Мне становится ясно, что это не может быть речью человека Люди не могут так говорить, не могут так упорядочить свои мысли и идеи Это выходит за рамки человеческих возможностей Изучая суру «Ан-Наджм», я буду подчеркивать ее структуру Я буду обращать ваше внимание на определенные аяты Наконец, мы говорили об основном и второстепенном значении слов Например, слово «гава» означает падать или подниматься Но оно также связано с трусостью и другими вещами Таким образом, слова имеют основное и второстепенное значение И это является очень важной составляющей понимания лексики, которая встречается в Коране Всевышний Аллах ниспослал Коран на арабском языке не просто так Арабский язык очень богат Каждое слово имеет множество составляющих Так что есть основные и второстепенные составляющие каждого слова Мы должны иметь это в виду, изучая эту суру Сегодня я собираюсь добавить кое-что к этому списку Мы перечислили шесть пунктов Теперь давайте перейдем к седьмому пункту Клятвы Это очень важная часть сурмикканского периода Аллах приносит клятвы Например И так далее Я много раз говорил об этом, поэтому сейчас я постараюсь говорить кратко Клятва состоит из двух частей Предмета и объекта На арабском это звучит как Чтобы было более понятно, я приведу вам пример Клянусь Богом, я сбегу Бог здесь — это предмет клятвы То есть предмет — это то, кем или чем ты клянешься Я тебе клянусь, я этого не делал Где здесь предмет? Предмет — это слово тебе Клянусь временем, человек находится в убытке Здесь предмет — это время Аллах говорит «Клянусь смоковницей и оливой» И это тоже является предметом клятвы Теперь давайте поговорим о том, что собой представляет объект клятвы Клянусь Богом, я сбегу Что здесь является объектом? Слова «Я сбегу» Представьте, что кто-то подошел к вам и сказал «Клянусь Богом» Как вы отреагируете? Вы будете в замешательстве Ведь здесь нет объекта Предмет сам по себе не является полноценной клятвой Разве что только для моих друзей-арабов, которые часто повторяют фразу «Валлахи» Суть в том, что когда ты приносишь клятву, ты упоминаешь то, о чем действительно хочешь сказать Это называется «Джавабуль-касам» Или объектом клятвы То, в чем ты клянешься, это «Джавабуль-касам» Дело в том, что между объектом и предметом всегда есть связь Вы должны найти связь между объектом и предметом В старых теориях считалось, что раз Аллах поклялся смоковницей, значит, она очень вкусная Если Аллах поклялся солнцем, значит, оно прекрасное Если Аллах поклялся временем, значит, время удивительное Если Он поклялся звездами, значит, они невероятные и так далее Другими словами, если Аллах чем-то клянется, значит, Он подчеркивает значимость этого Но проблема в том, что в таком случае можно перемещать клятву в любое место И ее смысл от этого не изменится Можно заменить Ведь такое толкование не объясняет, почему именно эта клятва стоит здесь, а не в другом месте Предмет клятвы связан с объектом И чтобы это понять, необходимо размышление Самый простой предмет — это Предмет клятвы в данном случае — это время А объект — это то, что человек находится в убытке Как связано время, которое утекает, и то, что человек находится в убытке Человек может терпеть разные убытки Потерю здоровья, имущества и близких людей Но есть убыток, который человек терпит всегда И это время Самым большим свидетельством потери для человека является время Теперь вы видите, какая глубокая связь между клятвой и ее объектом Это еще не все, но достаточно, чтобы понять суть Подписывайтесь на наш канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые лекции Поделитесь этим видео и помогите в распространении благого Аркам ТВ. Развивайтесь вместе с нами!